Не прошло и недели, как в Алтайском крае вели QR-коды, а многим уже требуется реанимация и речь не о больнице. Сегодня отчаянные алтайские предприниматели отправили обращение в правительство края на имя губернатора. Главная просьба – частично снизить арендную плату, налог на имущество и землю. Это не оборотные налоги, а некая константа, которую бизнесмен обязан платить, даже если за окном будет апокалипсис. За документом стоят тысячи человек – Торгово-промышленная палата, Алтайский союз предпринимателей и не только. Я знаю, что некоторые закрылись, просто физически не работают сегодня. Некоторые до сегодняшнего дня продолжают выплачивать кредитные ресурсы или закрывать те долги, которые образовались у них в результате тех ограничений. И войти сегодня достаточно глубоко в новые ограничения – это крайне болезненно. Но однозначно мы потеряем энное количество предпринимателей. Это просто история таких больших цифр. Ограничение, которое действует с 30 октября на вход в торговые центры, уже серьезно повлияло на обороты. С 15 ноября будет еще интереснее, когда новая система коснется практически всех предпринимателей. Ну, говорят, сейчас будут давать опять 2-процентные кредиты для, значит, сферобслуживания, которые там… Ну, мы их брали, когда еще в свое время по гостинице и так далее. Но это же кредит. Его же отдавать-то, а он небольшой, но он 2-процентный. Его отдавать-то, а с чего отдавать-то, если не так тяжелая ситуация? Многие еще с того локдауна не отошли. И это раз. Во-вторых, почему не отошли? Платежеспособность населения Алтайского края, в частности, очень низкая. Предприниматели надеются, что краевые власти их услышат и найдут возможность помочь в этот непростой период. Потому что все они налогоплательщики и, по сути, доноры местных бюджетов. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.